В полной боеготовности пожарные поселка Ширкалы Октябрьского района получили современное помещение-депо. Стоимость объекта порядка 19 миллионов рублей. Средства на оснащение и улучшение условий труда огнеборцев предусмотрены программой сотрудничества. Расскажет наш корреспондент. Огнеборцы обживаются на новом месте. О таких условиях пожарные мечтали давно. В приспособленном помещении без элементарных удобств. Спасатели несли службу 19 лет. Теперь в распоряжении караула уютная комната для отдыха, просторный учебный класс. Есть теплый гараж для спецтехники, который оборудован системой удаления выхлопных газов. В этом пожарном дыху стоит два пожарных автомобиля. Емкостью 12 тысяч литров запасы воды и 720 литров пенообразователя. Сводом этого нового пожарного депо тактические возможности нашего подразделения значительно увеличатся. Для поселка с населением 1200 человек открытие депо – большое событие. В селе практически все строения в деревянном исполнении. Ежегодно происходит по два крупных пожара. Вопрос оснащения филиала спецтехникой, которую в Ширкалах можно использовать и при аварийно-спасательных работах, также решен полностью. Эта часть обеспечена последней техникой современной, которая есть у нас в пожарной машине. Эта техника обеспечена полностью пожаротехническим вооружением, которое необходимо для этой части, для выполнения наших работ. То есть часть, можно сказать, укомплектована в полном объеме. Безопасность людей – одно из приоритетных направлений в Югре. Технопарки пожарных частей во всех муниципалитетах обновляются ежегодно. Октябрьский район – не исключение. Населенные пункты, где живут меньше тысячи человек, обеспечены модульными комплексами. Это здание собрали за три месяца. Его стоимость – 18 миллионов 900 тысяч рублей. Средства выделены по программе сотрудничества. У нас созданы филиалы центра Спас-Югорий и имеются как раз условия для работы, современные условия для работы. Сейчас осталось только у нас в Пальяново, закрытие поселок Пальяново именно современным зданием. И дальше уже идут мероприятия по капитальному строительству больших населенных пунктов. С открытием нового депо личный состав подразделения пополнился четырьмя новогранцами. Молодые люди успешно прошли испытания и уже добросовестно несут государственную службу. Татьяна Герт, Максим Курсаус, Вести, Югория, Октябрьский район.